Слово для первого доклада предоставляется Огородникову Владимиру Петровичу, доктору философских наук, профессору кафедры философии. Мое выступление сегодня посвящено теме Великой Октябрьской социалистической революции как закономерное событие в развитии России. Почему вот такое название? Дело в том, что, как сказал в своем первом слой Владимир Владимир Владимирович, нет, не Путин, а Пронин, у нас сейчас, конечно, по стране проходит множество, уже прошло конференции, посвященных столетию октября. И столетию, как сейчас, знаете, сверху нам такую формулу дали, столетия Великой революции 1917 года. Как-то так вот они обозвали, да, Великая Российская революция, вот точно у меня записано, 1917 года. То есть хотят вот как-то объединить до неразвлечения февраль и октябрь. И я принимал участие уже с начала года во множестве конференций разного такого масштаба и от разных партий, очень разных, да, в том числе и совершенно реакционных партий. Прямо скажу, но я считаю, что это вот нужно было принять. Я там внес свежую струю в экзотовую атмосферу, да, своими для них очень неортодоксальными выступлениями. Вот, но что я заметил, что большинство лиц, которые так или иначе отваживаются характеризовать октябрьскую революции 1917 года, склоняются к трем вариантам причин этой революции. Причем ни один из вариантов с позиции материалистической диалектики, которую я имею честь отстаивать на всех трибунах, мне предоставленных, начиная с учебной, да, ну, не проходит. Это либо идеалистические какие-то сюжеты, которые сводят… Вот недавно по телевизору была такая очередная, так сказать, шоу такое было предпринято некоторыми деятелями, явно правого толка, вот, где они пытались все обвинить в революции и в февральской, а потом мы октябрьской, конечно, это вот Николая II, вот он такой был человек-подкаблучник, да, а его супруга там была связана даже с немецкой разведкой, это действительно так, вот, и как он мог вообще войну-то выиграть, как он мог больше, чем на капитана, штаб с капитана он не тянул в армии и так далее. Да, и, в общем, субъективный фактор абсолютизируется, явно. Это старый кайон, да, чтобы, как говорил Маркс по этому поводу, чтобы не раскрывать сущность процесса, вину отнести к отдельным лицам, для того, чтобы можно было потом, убрав отдельные лица, вроде бы решить проблему. Ну, у нас много было таких попыток, менялись у нас руководители даже вот последнего нашего, так сказать, демократического государства, ну, а ВОЗ и ныне там, да. Вот. И вроде стили менялись, и лица менялись. Так что этот, так сказать, эта причина, вот субъективный фактор какой-то. Был бы у нас Николай Второй более решительный, вот на на том же шоу, о котором я говорил, телевизионном, так сказать, вот был он как Петр Первый. У нас никогда бы никакой там коммунистической революции не было. Мы бы жили сейчас замечательно, вот, по-прежнему в царской, развитой России. У нас был уже развитой капитализм, а не развитой социализм и так далее. Ну, это, конечно, смешно слушать. Причем это все декларации, аргумента никакого. И вот, когда этим деятелям задаешь вопрос, что называется, на засыпку, они тут же и сыпятся. Они никак не могут. Вот, это вне исторические какие-то взгляды. Ну, вопрос такой, ну, если Петра Первого был, родился бы Петр Первый тот же самый за 200 лет до того, как он родился, а, значит, мы бы жили тоже в другой России, так получается? Да, я уверен, что так получается. Объективный никак, здесь, значит, не принимается во внимание. Второй вариант, значит, революция, Октябрьская, все-таки у нас Октябрьская революция, это роковая случайность. Роковое стечение всяких обстоятельств. Вот, и если бы нет рокового стечения обстоятельств, то, конечно, тоже можно было идти совсем по-другому. Третий вариант – абсолютная необходимость. Даже Октябрьская, Февральская, все происходит по абсолютной необходимости, и это уже объективный идеализм, потому что абсолютная необходимость идет уже не от человека, а от высшего существа. так было в воле Богу угодно. Это я сопоставляю в одной своей очень смелой статье недавней, против антиклирикализма, я вытащил на свет Божий, что называется, цитату из выступления патриарха нашего действующего Кирилла к 70-летию победы, да, нашей Великой Отечественной войны. Где Кирилл, уничтожившись, сумнявшийся, как раньше говорили, утверждал, что вот вся Великая Отечественная война была неспослана нам Богом за безбожие. Так, да, вот, понимаете, но я обвинил тут Кирилла в богохульстве, потому что получается так, что все эти гитлеровские полчища, все эти жуткие вообще преступления, не против большевизма, а против вообще человечности всякой, это было не что иное, как рука Божия, то есть цельсовские полчища – это рука Божия. Ну, что это такое? Святотарство, я так и написал, святотарство. Ну, вот влашение Кирилла, ну, благо я его постарше немножко, да, и, наверное, теоретически более подковал. Ну, как-то проехал, ничего, в этом соединении журнале. Ну, вот, значит, абсолютная необходимость, ну, фатальная неизбежность, а теперь нам надо ждать, вот, наконец, вот Бог смелостивился и послал нам новый совершенно демократический строй и так далее. Ни одна из этих версий, конечно, не удерживает никакой даже самой легкой теоретической критики. Чемоль версии, они, если они научные, они должны как-то быть аргументированы. Аргументов никаких, одни декларации. Ну, вы знаете также, что вот до сих пор носятся с этой идеей Егора Гайяра, согласно которой Россию исчерпала лимит революции. Революции-то вот прошли, да, ну, ладно, претерпели, вот, а теперь не будет, потому что исчерпала лимит. Он тоже в своей работе «Государство и эволюция» названием уже противостоит известной работе Владимира Ильича «Государство и эволюция», он пытается вот это доказать, но я сейчас не буду внимания обращать на это, я тоже в статье уже Егора Гайдара разбил в этом отношении. Так вот, как доказать, что действительно Великая Октябрьская социалистическая революция – это закономерное событие? Не абсолютно необходимое, заметьте. У нас до сих пор даже в нашей среде закономерность и абсолютную необходимость отождествляют друг другу. А вот закономерное, которое включает в себя дилектическое единство необходимого и случайного. Могла ли Октябрьская революция произойти не в октябре, а, скажем, в декабре? Могла, могла. То есть вот этот временной фактор, он, конечно, зависит от ряда превходящих внешних моментов, но сущность-то революции определяется не превходящими внешними моментами, не поводом, а причиной. И вот тут дилектический материализм нам подсказывает, как надо рассмотреть всякое событие, и в том числе такое грандиозное, как наша Октябрьская, великая, конечно, Октябрьская социалистическая революция. С позиции трех известных законов в диалекте. Причина с позиции диалектики всякого события в чем? Это борьба противоположного. Какие противоположности в данном случае сталкиваются? Маркс нам показал. Во всякой общественной и экономической формации вызревает противоречие между производительными силами и производственными отношениями. Октябрь связан с этим, безусловно. Капитализм, который начал свое движение еще в дореволюционной России, конечно, усугублял вот это противоречие между общественным характером труда, потому что общественный характер труда при капитализме становится максимальным, опять Маркс об этом писал, и частно-собственническим присвоением результатов этого труда. И, безусловно, это было причиной революции, но началось-то это задолго до октября. И не за 10, не за 20, не за 30 лет по существу вот это противоречие стало вызревать еще в недрах старой России, в начале государственности российской. Вот можно сослаться на, скажем, восстание крестьян в 1024 году в Суздале. Причина что была? Голод. Не урожай и голод. А почему восстание? Против кого восстание? Против хозяев, которые делили. Они-то не голодали. Они-то не умирали от голода. Да? Понятно. Вот, значит, ну и далее там и Петра Волотникова, и крестьянская война под водительством Емельяна Кубачева. И дальше вплоть до уже начала 20 века, когда вот это противоречие начинает вызревать, усиливаться. И вот тут нужно сказать то, почему-то вот это не звучит даже на наших, в общем, таких конференциях, коммунистических конференциях, почему не звучит, я удивлен, хотя это азбука. В чем величие-то октября состоит? В чем его особенность? Почему его никак нельзя отождествлять, смешивать, или даже проводить какие-то легкие параллели с февралем того же 17-го года? Это, в общем-то, меня удивляет, это азбучная история. Октябрьская революция, она привела к коренной смене формы собственности. От разложения родового строя, вот Чиевская Русь, ну там варианты есть, неважно, там вот десятый лет, да, и до февраля 17-го года включительно менялись формы частной собственности на средства производства. Октябрь, в чем его величие? Это величайшая революция, потому что упраздняет частную собственность как таковую. Вот главное достижение. В этом, и к этому все и шло, вот это усугубление, противоречие внутри производственных отношений, они усилились, конечно, при капитализме, который, конечно, не очень мощно вступил в Россию, но все-таки вступил. Владимир Петрович, вступил можно еще. Дальше, ну дайте еще пять минут, можно? Дальше, ну я скажу, а? Хорошо, тогда я конспективно. Значит, почему произошла революция? Противоречие в конкретном своем выражении. Как происходила революция? Вот по поводу самой революции. Закон единства количественных и качественных изменений. Как раньше говорили, закон перехода количества в качество. Вот, все подчиняется все, что существует в мире. Вот есть определенная мера, да, в том числе и накапливающихся противоречий, усугубляющихся. И вот, вы знаете, Ленин в «Крайфе второго интернационала» в этой работе показал революционную ситуацию, как раз и связанную. Вот, доходит до последнего края, до границы меры, терпения народное и возможности вообще по-старому вот так осуществлять производство. Значит, переход через границу меры – это по Гегелю, а не по Марксу и не по Ленину – это и есть революция. Революция внутри меры – вот революция. Как происходит революция? Скачок через границу меры. И, наконец, направленность. Откуда у нас вот революция появилась? Это результат закономерного развития общества на протяжении тысячелетий, не десятков лет еще раз, а тысячелетий. И тут я вспоминаю такой интересный пример. Это в письмах переписки Маркса и Энгиса есть такой момент. Молодой еще Маркс приходит еще более юному, я напоминаю, на два года младше был Энгис, и говорит ему, слушай, Фред, я вот тут размышлял над законами гегелевскими. Вы знаете, Гегель больше всего любил закон отрицания отрицания. Ведь не только овес растет по Гегелю, а хористоматийный пример самого Гегеля – отрицание отрицания через рост этого овсяного зерна. Вот это превращение, двойное отрицание ведет к появлению зерна на новую высшую ступень. Ну и общество развивается по Гегелю. Значит, если мы начинали с первобытного коммунизма, то мы должны в результате двойного отрицания опять прийти к коммунистическому отношению, но на новую высшую стадию. И Энгельс говорит, да, Мавр, как он его называл, вот эта идея, я думаю, что нам надо посвятить свою жизнь именно на развертывание этой идеи, как это действительно происходит. Вы знаете, было на этой основе, в общем-то, на основе всех трех геолитических законов была создана вот эта уже концепция научного коммунизма, отличие от утопичества. Вот он и не там. К сожалению, наши деятели просто не хотят знать, вот наши политические деятели, наши руководители не хотят знать ни этих законов, ни того, что революция неизбежна, ни того, что усугубляется противоречие внутри капитализма, хотя все говорят, в общем-то, даже вот в том шоу, о котором я вначале упомянул, речь шла о том, что да, кризис-то охватывает, в общем, весь мир, глобальный кризис. Но там не говорилось, что это глобальный кризис, капиталистическая система, конечно. И вот это, конечно, какие уроки мы можем сделать из октября? Революция неизбежна. Мы должны выйти на новый виток социалистической революции. Неизбежность не в том смысле, что она абсолютно необходима. Когда конкретно, где она произойдет, указать нельзя, иначе это было абсолютно необходимо. Но в том, что это соответствует закономерному развитию человечества в целом, и что мы близки, исторически близки к этому моменту, конечно, знакомство со всеми процессами, их анализ с позиции директического материализма, не оставлять сомнения, что мы к октябрьской революции возвращаемся. Революция продолжается. Спасибо. Спасибо. Спасибо.